Число безработных в Хакасии растет, а количество рабочих мест не особо. В 2014 году трудовому населению в поисках тогда было чуть больше 4000 человек. Работодатели предлагали 5000 с лишним вакансий. Сегодня же на 5700 человек свободных рабочих мест в три раза меньше. В центру занятости обращаетесь? Да. Что сказали? Чем обладежили? Ничем. Что, говорят, нету по вашей профессии? Нет. А вы первый раз приходите сюда? Нет. А какой раз уже? Много раз. А что хотите найти? Не помогает пока? На курсы отправили. Проблемы с безработицей есть всегда, говорят специалисты. Однако рост по сравнению с прошлым годом почти на 2000 человек слишком резкий. Во-первых, это связано с выпускниками учебных заведений, которые, получив модную профессию, например, менеджера или юриста, оказываются не востребованы. Еще одна проблема – сокращение на предприятиях. А из общей суммы безработных 20% находится на неполной занятости. И если взять две цифры – апрель 2014-го – это было 80 граждан, а апрель 2015-го – это было 690 граждан, то тут рост уже виден. Уровень регистрированной безработицы – 2,2. В 2014 году он составлял 1,6. В реальности рабочих мест, конечно, больше, но заставить предпринимателей сообщать о поиске сотрудников невозможно. И обращаться в центр занятости спешат не все работодатели, мешают принятые в их организациях системы серых зарплат и отсутствие соцпакета. Но все же государство ищет выход. Хакасия установила выплату единовременной финансовой помощи на открытие собственного дела в размере 120 тысяч. До этого она составляла 58,8 тысяч рублей. Возможностью работать на себя в конце прошлого года уже получили четыре жителя поселка Вершины Тея, а их заявки на субсидию в 120 тысяч рублей одобрили. Заняться своим делом центр занятости рекомендует и населению деревень Хакасии. Не секрет, что в селах, а особенно отдаленных, найти работу шансов нет. А получить деньги на развитие пособного хозяйства у государства реально. Например, за коров, овец и лошадей фермеры получили частичную компенсацию в общей сложности около 48 миллионов рублей. В любом случае специалисты центра занятости рекомендуют обращаться к ним не как в последнюю инстанцию, а сразу же, когда начались проблемы с трудоустройством. Мария Добрынина, Дмитрий Парахин, Тестихокасия.